Дневник за 13 октября, ночь на 13. На фронте, по сути, без перемен, вроде как обе стороны накапливают силы. Есть военнопленные, с российской стороны их показывают. Военнопленные рассказывают, что их там никому не поют, бросают в каких-то окопах, после чего там некоторые идут и добровольно сдаются блокпостам украинским. Такие истории рассказывают они, и их широко показывают, соответственно, по украинским каналам. Ну, что касается внутри России войны, так официально не объявили, насколько я понимаю, все еще спецоперация, а мобилизация уже далеко не частичная. Вот это, собственно, российский источник. Он сообщает, что уже новые мобилизационные задания выдают, особенно в ближайшие регионы типа Ростовского. И они их, значит, уже реализуют. В то же время Песков говорит, что новой волны мобилизации нет. Ну, как я уже говорил, будут продолжаться нарушения, потому что военкомат исходит из того, что ему дали какое-то задание, ему нужно любым путем любое количество людей призвать. А с нарушениями они будут потом разбираться. Вот у кого есть юриста, кто может там адвоката подключить, вот и они, значит, могут предъявить свои права, что они там, у них отсрочки, или там они не хотят вообще с оружием в руках воевать. Вот, а у кого нету вот из простых работяг. Ну, сколько вот показывали этих пленных с новой волны мобилизации, с этой, большей частью явно вот простые ребята там, видимо, с завода там взялись деревень. Ну, так вот и показывают, кстати, в соцсетях, что поехал военкомат на завод, и там просто там столько-то процентов рабочих просто призвали. Видимо, пока вот рабочих всяких призывают. Но это, кстати, подрывает промышленность. Не знаю, берут ли на оборонке, кажется, должны бронь давать. Оборонка работает сейчас в несколько смен, без перерывов, и об этом тоже все сообщают. То есть оборонные заводы работают на максимальной мощности. Вероятно, должны давать бронь тем, кто на оборонных заводах. Фильмы посмотрел, сериал тоже вот современный, ночной режим, но какой-то очень мутный такой мистический детектив. Какой-то лох молодой, которого в убийстве обвиняют, ну, невиновный, конечно. Актер Мерзликин, не знаю, кого он там играет, залазит в его сны, потом еще в какие-то сны, и вот они расследуют это убийство. Какая-то полная мурая, даже перестал отслеживать сюжет после появления там всяких мистических персонажей, завоеваний, и там все, что полагается. Пересмотрел фильм 50-х «Шелковые чулки», я его уже смотрел, просто сейчас делаю обзоры кино в 50-х параллельно. Ну, вот решил, почему бы мне не посмотреть снова. Ну, вот там вот советское общество так изображается, все строим, ходят в военной форме, и, соответственно, искусство выглядит как балет и так далее. То есть «Шелковые чулки» — это 50-е годы, «Холодная война» содержит ряд пародий на советскую культуру. Все там у них обшарплено, когда они СССР изображают, штукатурка везде обвалилась, все серое и так далее. А когда Париж, показывают, естественно, все красивое, яркое, все красиво танцуют. Посмотрел «Кольца власти», новые вышли. Вроде как это приквел к Толкиену, да? Ну, честно говоря, вот диссонанс. Сюжет достаточно бестолковый и стандартный такой. А картинка красивая про всяких эльфов, троллей там и так далее. Поэтому как-то вот так вот для расслабона это смотрю. Реально, да, там красивые всякие, это самое, компьютерная графика, спецэффекты. А за сюжетом практически не слежу, кто там за кем гоняется. Вот так вот Голливуд этот, так вот выглядит, современный. Особенного смысла нет, но красиво. Такая моя краткая рецензия. Посмотрел опять, значит, агитацию «Донбасс. Дорога домой». Ну, там сняла некая женщина, и вот в женском стиле нечто такое предельно эмоциональное и бестолковое. В принципе, целый час сплошной истерики идет. На тему бомбят Донбасс, там все русские и так далее. Всякие там выразительные сцены со страшными этими самыми лицами и прочее. Параллельно они там пытаются стравить, похоже, донских казаков с украинцами. Противопоставляют их культуры. Хотя на самом деле это родственные народы с родственными языками, а культура сейчас у всех модернизируется. В точности восстановить культуру 17 века они точно никак не смогут, а это все давно проехали, богов в этих не верят, и как 300 лет назад давно уже никто не одевается и не будет. В 17 веке, видимо, к идеалам, к которым они стремятся, запрещено было изучать иностранные языки, математику и вообще практически все науки. И только в условиях такой изоляции Московия могла действительно отличаться от других стран. Эти времена изоляции прошли, и взывать к этому невозможно. Глобализация все равно будет, да и она и есть. Все равно технологии используются общепланетарные, одеваются они далеко не в костюмы 300 лет недавности, и говорят они тоже обычно в современной логике, даже и российские. Хотя сложно использовать современную логику для оправдания того, что они творят. Поэтому ничего, этот патриотизм, основанный на реставрации какого-то старья, он точно не сработает, не поможет и только всех погубит, что мы и наблюдаем. Спасибо.